Вопрос от Валентины из Родина Однако можно воспользоваться цветочными, например, бархатцами Вопрос от Василия Ивановича из Кытманова Может ли переопылиться картофель и когда следует менять сорт? Это интересный и сложный вопрос Картофель теоретически может переопылиться, если вы будете собирать ягоды картофеля и сеять его семенами Такой способ выращивания вполне возможен А вот если вы из года в год высаживаете клубни, то здесь переопыление не происходит А только лишь вырождение сорта То есть сортовые качества картофель может потерять на 7-10 год после его выращивания И менять сорта следует также один раз в 5-7 лет Вопрос от Елены из Первомайского района Можно ли обрезать кустарники и деревья в мае, когда почки уже распустились и растения цветут? Этот вопрос неоднозначный Растения, которые не цветут, которые мы выращиваем как кустарники, например, как живая изгородь Можно обрезать в течение сего сезона Также те растения, у которых тонкие ветви и побеги, тонкая сосудистая система, можно обрезать все лето А вот такие культуры, как яблони, груши, слива, вишня и другие То есть те, которые мы собираем на плоды обрезать, стоят до распускания почек Иначе они могут потерять слишком много влаги, а также растения могут через эти срезы и отверстия Заразиться вирусными и бактериальными инфекциями Так что такое мероприятие стоит отложить до осени Вопрос от Романа из Шилоболихинского района Что делать, если рассада перца уже зацвела до высадки в открытый грунт еще 2-3 недели? Здесь все очень просто Перец легко наращивает новые цветочные кисти и легко завязывает новые плоды Поэтому у такого перца лучше выломать цветы, которые уже распустились Если этого не проделать, то корневая система при высадке будет страдать Ваше растение долго будет хилым и слабым И урожай вы получите гораздо позже, если удалите безжалостно цветы, которые уже распустились Вопрос от Елены из Троицкого района Какие культуры можно сеять в холодную, непрогретую почву? Здесь выбор культур довольно широкий Самые простые и понятные это редис, горох, морковь и все зеленые культуры А также все семейство крестоцветных Руккола, капуста, цветная, брюссельская, белокочанная, краснокочанная и разные другие виды капусты Все эти культуры холодостойкие и начинают прорастать при температуре грунта плюс 2-4 градуса А также они не повреждаются заморозками Вопрос от Светланы Васильевны из Целинного Когда следует высаживать саженцы роз в открытый грунт? Самый крайний срок это срок отключения центрального отопления в городе Дело в том, что по нормативам отопление отключается, когда среднесуточная температура становится выше плюс 8 градусов Это идеальные сроки для высадки рассады в открытый грунт Розы можно высаживать также в течение всего лета У них очень длинный период высадки Вопрос от Натальи Леонидовны из города Барнаул При какой температуре можно выносить рассаду на балкон? Здесь важно не то, какая конкретная температура, а то, какие перепады ночных и дневных температур Если ночью на балконе температура опускается до плюс 2, а днем поднимается до плюс 35, то лучше такую рассаду оставить в квартире Если же перепады температур не больше 10-15 градусов, то выносить ее смело можно на балкон Вопрос от Екатерины Ивановны из Целинного Почему у томата синеют листья и стебли? Посинение листьев и стеблей у томата может быть только от дефицита фосфора, который чаще всего происходит, если вы переостудите, переохладите рассаду Если вы ее выносите для закаливания и грунт остудится до температуры плюс 10-12, то растение перестает усваивать фосфор и они начинают синеть Чтобы такого не происходило, не выносите свою рассаду на слишком холодный подоконник, не выносите ее на улицу и не закаливайте слишком долго А избавиться от дефицита фосфора можно поливом теплой водой, температурой около 30 градусов или подкормкой монофосфатом калия 1 грамм на 1 литр воды Продолжение следует...